Аркем ТВ представляет Мы провели уже пять лекций, посвященных диалогу Муса, Мир ему и Фараона. В них я постарался осветить, как нужно противостоять абьюзерам и тиранам и какие психологические приемы они используют, чтобы подавить тех, кто старается говорить истину. Всевышний Аллах указал на все это, явив нам эту замечательную историю. И сегодня, в самом начале, я бы хотел очень быстро повторить все, о чем мы говорили в все эти лекции, но уже под несколько иным углом. А именно, мы можем посмотреть на них с позиций так называемого фрейминга. Другими словами, искажения восприятия. Муса, Мир ему, пришел к фараону с посланием истины. А фараон захотел перевернуть все так, чтобы показалось, будто Муса проявил неблагодарность и неуважение. То есть, Муса был убежден, что говорит истину. Однако, фараон хотел навязать уже другую точку зрения, которая заключалась в следующем. Неважно, что именно Муса говорит. Самое важное то, что Муса проявил неблагодарность и неуважение к фараону. Муса, Мир ему, продолжил говорить истину, и фараон снова попытался перевернуть суть разговора. Получается, что он как бы говорил. «По-твоему, это мы совершаем зло? А как насчет того зла, что ты совершил? Ты пришел сюда и рассказываешь нам, как надо вести себя. Говоришь, что хорошо, а что плохо. Но этим ты прикрываешь свои собственные злодеяния». Так, фараон попытался перевернуть суть разговора. Муса, Мир ему, ответил фараону. И затем фараон решил представить этот разговор как нечто пустое и никчемное, сказав, «…что? Что еще за Господь? Что ты вообще несешь?». И в каждой из этих попыток фараон старался не только перевернуть суть разговора, но еще и навязать свою точку зрения Муси, Мир ему, и всем остальным, кто слушал их. Сегодня это называют пропагандой. Однако, если посмотреть с другого угла, то это называется психологическим контролем. К примеру, два человека спорят в чем-то. Один из них говорит нечто разумное и логичное, поднимает разумный вопрос. И другой теперь предстает перед выбором. Либо он ответит на этот вопрос и признает, что поступал плохо, либо он может перевернуть все так, что виновным и ответчиком теперь будет первый, поднявший проблему. Как бы говоря, «ты поднял эту проблему, чтобы отвести внимание от твоих собственных недостатков». Или «Как ты можешь быть таким неблагодарным и жестоким? Ты втаптываешь в землю мои чувства». В итоге истина была превращена в средство нанесения обиды или в средство сокрытия недостатков. Или она представлена как нечто, не заслуживающее никакого внимания и обсуждения. И каждый раз, когда это происходит, люди, которые изначально приводили разумные аргументы и говорили истину, зачастую попадают в эту ловушку, принимают позицию своего собеседника и уже не высказывают истину. Тем не менее, складывается ощущение, что все эти многочисленные приемы фараона, направленные на то, чтобы сбить Мусу, мир ему, не сработали. Эти психологические манипуляции не срабатывали одна за другой. И затем Муса, мир ему, настолько приобрел уверенность в себе, что обратился не к фараону, а к присутствующим людям. Тем самым, он дал понять, что, раз фараон пытается перевернуть истину, которую говорит Муса, и явно занимается манипуляцией, то Муса, мир ему, решил уже обратиться к публике, сказав «Господь миров, Господь небес и земли и всего, что между ними, если вы все желаете быть убежденными». То есть, теперь Муса обращается уже ко всем присутствующим. Этим он уже отверг манипулятивную игру фараона и косвенно дал понять, что фараон не собирается отвечать на конкретные претензии, обращенные к нему. Он лишь заинтересован в дальнейшей манипуляции и переворачивании сути разговора. Поэтому Мусе остается лишь призвать к разумному и рациональному диалогу остальных людей. И что сделал фараон, когда услышал эти слова? Если посмотреть с позиции власти, то, когда вы находитесь в зале, где присутствует король, вы должны обращаться только к королю. Вы не сводите своих глаз с короля, не поворачивайтесь к нему спиной, не беседуйтесь с рядом стоящими. Если взять более жизненный пример, то, когда учитель объясняет что-то на уроке, ученики не могут разговаривать друг с другом. Учитель является центральной фигурой. И, если вы хотите сказать что-то, вы говорите это учителю. Теперь помножьте эту ситуацию на миллион, и представьте, что вы находитесь во дворце короля. Находясь перед королем, никто не будет смотреть по сторонам и разговаривать с другими гостями. И даже если они позволят себе это, то все равно они будут говорить шепотом, стараясь, чтобы их разговоры остались незамеченными. Однако Муса Мир ему сказал во всеуслышание, «Если вы, то есть вы все, хотите быть убежденными, то я буду разговаривать с вами». Фараон мог сказать, «Что? Как ты смеешь говорить с кем-то другим в моем дворце, находясь передо мной?». Вы понимаете? То есть Муса Мир ему бросил вызов власти фараона. И как поступил фараон в той ситуации? Он уже потерпел несколько неудач подряд. Он попытался сбить с толку Мусу, но не смог. Затем он еще раз попытался, еще раз потерпел неудачу. И, сверх этого, Муса теперь обратился уже к подданным фараона. Он понял, что ему надо срочно что-то предпринять, чтобы выиграть эту психологическую войну. Фараону ничего бы не стоило тут же арестовать Мусу Мир ему, приказать увезти его. И разговор был бы закончен. Он мог просто-напросто приказать убить Мусу. И все, дело с концом. Но почему фараон решил продолжить разговор? Он понимал, что, если он завершит разговор в тот момент, это на самом деле станет для него поражением. Поскольку тогда все присутствовавшие в аудитории, его генералы и военачальники увидят, что Муса Мир ему одолел фараона несколько раз подряд. И, когда фараону уже нечего было сказать, он тупо решил избавиться от него. Порой демонстрация силы – это проявление слабости. И фараон прекрасно понимал это. Поэтому ему нужно было во что бы то ни стало отыграться в том конфликте. Но не с помощью физической силы, а словами. Итак, что же сделал фараон? Он применил распространенный трюк, к которому даже сегодня очень часто прибегают. Этот трюк можно назвать «проверкой на преданность». Другими словами, фараон верил, что он является Богом. Так ведь? Он называл себя величайшим Господом и говорил людям, «Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня». Вот как фараон величал себя. И очевидно, что все, находившиеся во дворце, обязаны были придерживаться этой государственной религии. Официально все должны были считать фараона Богом. А иначе их ждала бы смертная казнь. Это считалось госизменой. Так вот, когда Мусс Амир ему обратился к публике и рассказал им об истинном Боге, об истинном Господе, вы могли ожидать, что люди крайне возмутятся, что их религию вот так публично не извергают, причем на глазах у их предполагаемого Бога. Это все равно, что сегодня кто-то будет высмеивать идолов в языческом храме. Это будет крайне оскорбительным для всех, кто поклоняется этим идолам. Сегодня в некоторых мусульманских странах люди, к сожалению, поклоняются могилам. И если кто-то придет туда и скажет «Это ширк», его легко могут убить. Настолько люди будут оскорблены. Но в той ситуации среди людей находился их живой якобы Бог, фараон. Его подданные, которые, по идее, поклонялись ему, находились в приемном зале. И вот только что Муса неоднократно заявил, что не фараон является Господом, а Аллах, Господь миров, Господь небес и земли. И никто из людей не поднял шума, никто не крикнул «Эй, как ты смеешь говорить такое о нашем Боге?». Никого это не оскорбило. Никто не вышел вперед и не стал защищать религию фараона или их так называемого Бога, то есть фараона. И в тот момент фараон осознал, насколько фальшивой является его религия, даже для самих ее последователей. Они следовали этой религии только потому, что над ними был занесен меч. А так, конечно, они знали, что фараон никакой не Бог. Если бы у них была хоть какая-то эмоциональная привязанность к этой религии, то не только самому фараону пришлось бы отдуваться за самого себя, но еще и люди бы взбунтовались и закричали «Да как ты смеешь оскорблять нашего Бога?». Но этого не случилось. И тогда фараон решил прибегнуть к так называемой «проверке на преданность». Вот что говорится в Коране. Фараон сказал тем, кто был около него, он уже не обращался к Мусе в тот момент. Сначала Мус обратился к толпе, к людям во дворце. И фараон также обратился к людям, поскольку теперь главным для него было добиться расположения публики. Это уже не была битва идей, а попытка добиться преданности толпы. Вот как фараон это воспринимал. Итак, фараон сказал… «Разве вы не слышите? Разве вы не слышали, что он сказал?» В аяте употреблен глагол «истамаа». Он отличается от глагола «самиа» – «слышать». «истамаа» означает «внимательно слушать». Другими словами, вы случайно не пропустили что-нибудь из того, что он сказал? Вы точно все услышали, внимательно слушали все, что сказал Муса. Фараон как бы говорил «Если бы вы слушали, вас бы это оскорбило намного больше, чем меня». Этим вопросом фараон, по сути, дал понять своей публике. «Если вы не оскорблены словами Мусы, то значит, вы не преданы мне. Значит, вы не преданы этой нации. Значит, вы не заслуживаете того положения, которое вы получили. Я жду от вас, что вы все вместе дадите отпор Мусе. И, если вы этого не сделаете, если не отреагируете на слова Мусы, то это значит, что вы не преданы мне». Хотя, конечно, все, что сказал Муса, было разумным и логичным и содержало в себе истину. Как осуществляется та проверка на преданность в наши дни? Вы знаете, что я не люблю говорить про политику, поскольку в ней бывает бесконечный круг мнений. Но мы все видим, что происходит сейчас в этой стране или в мире. К примеру, в США отношения между левыми и правыми политическими силами с каждым днем все острее. И иногда приходится принимать чью-то сторону. Здесь и возникают эти проверки на преданность. Кто-то говорит, этот политик в целом придерживается левых взглядов. Но однажды он произнес речь, которая звучала очень консервативно. За это мы напрочь отрекаемся от него. И, если вы придерживаетесь леволиберальных взглядов, вы тоже должны отречься от этого человека. Или хотя бы высказать свое возмущение по поводу него. Бывают тесты на преданность у левых и тесты на преданность у правых. Есть люди, которые строго следят за своими политиками и активистами. И, если те хотя бы на миллиметр отступят от своих убеждений, их тут же посчитают предателями. Их уже нельзя будет слушать. К чему приводит это мышление толпы? Оно препятствует любой возможности организовать настоящий, уважительный диалог между людьми противоположных взглядов. Поскольку может быть так, что люди противоречат по какому-то одному вопросу. Но в то же время они согласны по десяти другим вопросам. Такое случается. Не обязательно должно быть так, что мы противоречим друг другу совершенно во всем. Мол, все, что говорят они, я отвергаю, а все, что говорите вы, я принимаю. Так не бывает в жизни. Так не бывает даже в наших семьях, между самыми близкими людьми. Мы не во всем соглашаемся даже с лучшими друзьями. То же самое и с врагами. Возможно, некоторые их слова являются правдой, и мы согласны с этим. Даже когда фараон сказал, что это он вырастил Мусу, Муса признал это и сказал, что фараон действительно оказал ему милость. Он признал, что в некоторых словах фараона была правда. Но что подразумевает проверка на преданность? Фараон как бы говорил, «Теперь уже не важно, что говорит Муса, это не имеет значения. Теперь вас должно оскорблять само его присутствие. Он уже наговорил много чего, сказал то, что неприемлемо для меня. И поэтому все вы должны восстать против него. И тем самым вы проявите свою преданность мне». Фараон хотел настроить всю толпу против Мусы. И это стало бы проверкой их преданностей. У фараона закончились доводы против Мусы. Он просто не знал, что ответить Мусе. Как я говорил, фараон был полностью повержен в диалоге с Мусой. И теперь фараон надеялся использовать толпу, чтобы она сделала грязную работу за него. Люди должны были поднять волну гнева, превратиться в толпу и наброситься на Мусу, мир ему. Это было намного удобнее для фараона. Он мог спокойно сидеть и смотреть, как разъярённая толпа расправляется с Мусой. Это довольно эффективная тактика. Итак, это был первый результат. Второй результат мог быть следующим. Бывает так, что истина, которую я произношу, зависит от того, как много людей одобряет то, что я говорю. То есть, чем популярнее мои слова, тем истиннее они становятся. И наоборот, чем менее популярными являются мои слова, тем менее истинными они становятся. Приведу вам такой пример. Давайте представим, что меня пригласили в церковь, чтобы обсудить положение Иисуса, мир ему. Это одна из огромных евангелических церквей. Тысячи людей собрались, чтобы послушать наш разговор. Я вместе с пасторами нахожусь на сцене. И, когда очередь доходит до меня, я рассказываю, что в Коране говорится про Иисуса. И каждый раз, когда я упоминаю, что мы не верим в божественность Иисуса, вся публика начинает гудеть, возмущаться, что-то выкрикивать. Хотя, честно говоря, я заметил, что христиане более сдержанные и корректные в этом плане. Но я привожу вам гипотетический случай. Теперь давайте представим обратную ситуацию. Мы находимся в мусульманском обществе. В зале 50 тысяч мусульман. На сцене сидят мусульманин и христианин. И христианин хочет доказать, что Иисус обладает божественностью. И каждый раз, когда он это говорит, вся публика кричит «Астагфир Аллах!». А каждый раз, когда мусульманин говорит о единственности Аллаха, вся толпа кричит «Такбир!». Поднимается огромный шум восклицания. Знаете, какой эффект это дает? Теперь уже толпа, вернее, одобрение, исходящее от толпы, как бы утверждает, что этот человек говорит истину. А недовольство толпы делает несостоятельным аргументы другой стороны. Однако, в действительности, толпа и ее эмоции, ее восклицание, ее гнев и возмущение не имеют никакого отношения к истине или ко лжи. Это указывает лишь на то, какую из сторон поддерживает толпа. Поэтому будет несправедливо ставить меня в такое положение, когда многотысячная публика, не согласная с моими убеждениями, будет ругать и проклинать меня. И также несправедливо ставить в такое положение немусульман, когда мусульмане будут восторженно приветствовать аргументы мусульманской стороны и пытаться заглушить аргументы другой стороны. Поскольку это уже не будет открытый и справедливый диалог. Более того, это пугающая ситуация, создающая опасность для человека, не разделяющего мнения толпы. Именно это и нужно было фараону в тот момент. Он старался создать эффект устрашения, чтобы заставить мусу замолчать, поскольку сам фараон уже не мог ему ничего противопоставить. Какой урок мы извлечем из этого случая? Если вы собираетесь держаться за свои убеждения, прямо высказывать истину, не поддаваться на насмешки и сарказм других людей, то вы обнаружите, что эти люди, будто на работе или в семье, могут постараться настроить других людей против вас посредством теста на преданность. Иными словами, они будут говорить с другим «Если ты на моей стороне, то ты должен высказаться против него», т.е. против вас. «Не могу поверить, что ты до сих пор общаешься с ним», что ты по-прежнему слушаешь его. Или «Не могу поверить, что ты по-прежнему разговариваешь с ней». Таким образом, они постараются создать зону отчуждения для вас и настроить против вас все ваше окружение. Если они не смогут это сделать открыто, то будут писать или звонить каждому по отдельности и говорить, какой вы ужасный, тем самым отчуждая от вас целую группу людей и привлекая их на свою сторону. Это, на самом деле, очень эффективная тактика. Такая же тактика была и у фараона. Он постарался ее применить, сказав, «Разве вы не слышите?». Но Муса на самом деле не особо-то стремился добиться расположения толпы. И это очень примечательно. Это фараону в тот момент было важно перетянуть людей на свою сторону. Тем самым он хотел заставить Мусу замолчать. Однако у Муса мира ему не было цели привлечь на свою сторону людей. Вот что он сказал далее, вновь не обращая внимания на слова фараона. Он сказал, «Господь, к которому я вас призываю. Это ваш Господь и Господь ваших отцов». Другими словами, он пошел в наступление уже против толпы. Он как бы говорит им, «Все, во что вы верили до сих пор, является ложью. И более того, я знаю, что вы можете быть преданы своим предкам, ведь это часть вашей культуры. Вы уважаете и почитаете свою историю. Так вот, я пришел, чтобы поведать вам о Господе ваших предков». То есть, Муса рассказывает им об их происхождении. И если они действительно уважают своих предков, то ведь Аллах является Господом и их предков тоже. Такими словами, трудно завоевать симпатию толпы. Это была всего лишь сухая правда. Но это то, что Муса должен был сказать им. То есть, он не стал защищать самого себя или пытаться задобрить толпу. Он не думал, «Раз фараон пытается настроить людей против меня, то я должен, наоборот, привлечь людей на свою сторону, доказать, что я прав». Нет, Муса решил держаться своих принципов и методично передавать истину, с которой он был отправлен. И, взглянув на слова Муса, мир ему, вы обнаружите в них удивительную избыточность. Смотрите, вначале он сказал «Мы посланы Господом миров». Затем он сказал «Господь миров – это Господь небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью». И затем он говорит «Господь, к которому я вас призываю – это ваш Господь и Господь ваших отцов. Господь, Господь, Господь! Тема его речи никак не поменялась». Он продолжал говорить то, что должен. Фараон лавировал туда и сюда, придумывая любые тактики, чтобы сбить Мусу. Но Муса Мерием ушел прямо, подобно стреле, и видел перед собой только свою цель. Итак, фараон попытался перетянуть на свою сторону толпу, проверив их на преданность. Он сказал людям «Разве вы не слышали, что сказал Муса?». Но этого было недостаточно. Ну да, люди услышали Мусу, и что с того? Фараон это понимал. Поэтому далее он дал людям понять, как они теперь должны относиться к Мусе. Внимательно послушайте, что я скажу сейчас. Фараон не мог как-то повлиять на то, что говорит Муса Мериему. Поэтому он попытался повлиять уже на то, что будет говориться ПРО Мусу. Если вы не можете повлиять на человека, то вы можете повлиять на то, что говорится про человека. Не можете контролировать информацию, исходящую от человека? Тогда сами создайте информацию об этом человеке и насаждайте ее в своем народе. И пусть это станет еще одной проверкой на преданность. Итак, фараон сказал, насмехаясь. «Инна Расулакум уллади урсила илейкум ламаджну». Поистине, ваше послание, которое послан к вам, однозначно одержимый джинном. Фараон как бы говорил, «Этот Муса просто сумасшедший, он одержимый. Если кто-то из вас не будет считать его сумасшедшим, то значит, он не предан мне». Так что вы должны принять этот факт. И если кто-нибудь хоть на секунду подумает, «Знаете, а ведь в словах Муса есть некий смысл», то все, это будет равносильно предательству, отречению от официальной идеологии. Если вы преданы фараону, то единственное, что вам дозволено думать про Мусу, это то, что он сумасшедший. Вы должны всей душой поверить в это. Запрещено иметь свое отдельное мнение. Нельзя прочитать официальную позицию, обнаружить в ней один пункт и сказать, «Я не согласен с этим пунктом». Что мы видим в наши дни? Нам порой приходится выбирать, на какой мы стороне. Даже не то, на какой мы стороне, а то, какую личность мы поддерживаем. Уже не так важен сам аргумент, выдвигаемый этой личностью. Сегодня, когда речь идет о поддержке какого-нибудь политика, то неважно, какие слова он говорит или что он делает, люди все равно должны быть преданы ему. И даже если этот политик совершит явное зло, они скажут «Ну и что?». С другой стороны, когда они против какой-то личности, то им будет все равно, даже если он совершит миллион добрых дел. Если он противоречит им всего в одном вопросе, то остальной миллион его хороших дел ничего для них не стоит, потому что он сумасшедший, так им повелели думать о нем. И как только на него повесили этот ярлык, то уже ничего из его дел не будет признаваться. Получается либо слепая поддержка, либо слепая ненависть и непричастность во всем. И все, это единственные два варианта. Фараон хотел, чтобы именно это произошло с Муссой. Он хотел, чтобы именно так думали про Муссу. И к чему это должно было привести? В частности, какой эффект это должно было оказать на Муссу? Ранее я рассказал вам о том, как фараон старался повлиять на людей. Но какой эффект тактика фараона оказала на самого Муссу, Мириму? Фараон надеялся, что Муса, Мириму, теперь почувствует, что это противостояние уже не только между ним и фараоном, что теперь против него настроен уже целый народ. А Муса ни за что не смог бы одолеть целый народ. Он ничего не смог бы предпринять против каждого египтянина. Если бы каждый египтянин говорил про Муссу, что он сумасшедший или что он одержимый, то Муссе пришлось бы встать в защитную позицию и пытаться убедить людей, что он не сумасшедший. Ему бы пришлось отступить от своей изначальной миссии. Поскольку, если на вас нападают, то самое разумное – это пытаться защититься. Если вас обвиняют в сумасшествии, то вам придется доказывать людям обратное. Так вот, фараон надеялся, что Муса, Мириму, станет защищаться. Почему? Потому что в таком случае Муса уже не будет рассказывать то, что ему было поручено. И тогда фараону удастся поменять весь дискурс. Теперь Муса будет занят исключительно защитой своей чести. Он уже не будет защищать послание, с которым пришел, а будет защищать свою личность, убеждая людей, что он не сумасшедший. Вот к чему приводит подрыв репутации, злостная клевета. Она сбивает человека с его изначального послания. Самая опасная вещь для притеснителя и тирана – это послание истины. И тираны будут предпринимать любые меры, чтобы избавиться от этой истины. Разумеется, самая крайняя мера, к которой они могут прибегнуть – это убить посланника, просто физически устранить посланника. Но, не имея этой возможности, они станут использовать любую психологическую тактику, чтобы подорвать призыв посланника. И тиран применяет множество подобных тактик. Он использует свой народ, он использует пропаганду, критику, он стыдит посланника. Он будет делать все, чтобы помешать посланнику распространять свое послание. Так вот, когда фараон сказал, что Муса сумасшедший, то Муса мог повернуться к нему и сказать «Нет, я не такой! Разве я веду себя как сумасшедший? Почему ты называешь меня так? Меня это очень оскорбляет! Я не позволю себя вот так прилюдно оскорблять!». Нет, Муса не сказал этого, не стал играть в игру фараона. И вот, что Муса сказал далее. «Раббу المشرقي والمغربي وما بينحوها إن كنتبتعقلون». Этот ответ – просто на все времена. Муса сказал, «Господь миров – это Господь Востока и Запада и того, что между ними, если только вы разумеете, если вы желаете использовать свой разум». Другими словами, фараон своими словами хочет помешать вам думать и размышлять самим. Он пытается направить ваше мышление в неправильное русло. «А я пришел сюда не для того, чтобы вы просто на слово поверили мне, в то, что я говорю. Единственное, чего я прошу от вас – это начать размышлять, думать самим, не позволять кому-то другому думать за вас, говорить вам, как вы должны думать и что говорить». Просто невероятно, насколько точны и целенаправленны были эти слова. Господь Востока и Запада и того, что между ними, если только вы разумеете. Иногда мы встречаем в Коране очень тонкие, едва различимые знаки. Знаете, если целая толпа становится против вас, то вас могут изгнать, вас могут депортировать из страны и прогнать. Однако Муса как бы вставляет в свой ответ такой смысл. «Мой Господь – это Господь Востока и Запада, и поэтому неважно, где я окажусь – на Западе или на Востоке». Это вас, если вы не будете преданы, фараону могут изгнать из Египта. Вы можете оказаться на Западе или на Востоке. Вы больше не будете жить в роскоши в этом дворце. Но для меня это совершенно неважно, поскольку Мой Господь – Господь Запада и Востока. И требуется большая храбрость, чтобы начать размышлять, следовать за своими мыслями и думать самому. И неважно, кого это вольномыслие может задеть. И мы сейчас говорим не только о фараоне, мы говорим о нашей повседневной жизни. Возможно, если вы включите свой разум и начнете самостоятельно думать, кого-то в вашей семье это оскорбит. Возможно, это оскорбит вашу общину. Возможно, если вы станете думать самостоятельно, это оскорбит вашего друга, который привык навязывать свое мнение всем остальным. И, если вы встанете и заявите «Нет, я считаю, что ты не прав, я против этого», то, возможно, он скажет вам «Все, ты мне больше не друг. Слушайте меня. Пусть никто больше не дружит с ним и не зовет его гулять». Вы рискуете оказаться в изоляции. Поэтому требуется большая храбрость для того, чтобы иметь свое самостоятельное мнение. И это мы узнаем из замечательного примера Муса, мир ему. Итак, подобные тактики очень сильны. Сегодня они активно используются в соцсетях, которые становятся площадкой, где есть только черное и белое. И практически не бывает достойного и уважительного диалога. И людям приходится проходить испытания на преданность. Людей часто спрашивают, каково твое мнение о том-то и о том-то? По любой теме, будь то ислам, политика, не имеет значения. Например, «Брат, что ты думаешь о том-то и о том-то?». И, как только вы ответите определенным образом, то все, что вы скажете в дальнейшем, все ваши слова будут восприниматься либо на ура, либо в штыки. Кто-то говорит «Брат, я спрашиваю только, чтобы узнать истину. Поэтому я хочу узнать твое мнение о таком-то шейхе или о таком-то вопросе». И, как только он получит мое мнение, то тогда все, что я скажу, будет восприниматься им за истину. Либо все, что я говорил или скажу, будет им отвергнуто. Такова противоположность способности думать самостоятельно.